Возможно, люциферские звезды в марте 1995 года сошлись в какие-то особые символы. И за две недели под присмотром Den Swano в Швеции породила релиз, который слышали абсолютно все. Который, словно гробница, разбросал свои ядовитые споры по поверхности Melodic Black и Melodic Death сцен. Все тьму, хаос и жанровые стандарты. Абсолютно узнаваемый по звуку. Абсолютно компактный и самодостаточный альбом, в котором нет ничего избыточного, нет лишних партий, нет лишних соло и даже акустические интерлюди, лажаясь минималистичным инеем под ноги Черного Всадника. Появляется к месту и настроению, а не из пагубного желания экспериментировать, вбросив нечто разнообразие для. В агрессивно-меланхолическую канву, что путывает слушателя раньше, чем он успеет, чтобы либо сообразить, писалась и перфектная полубаллада Where That Angel Lie и мелодизовый приблокованный шторм в эпично-плотном переплете изящных мелодий и агрессивного скрима иона. Шторм of the lights band во многом продолжил путь прошлого альбома. Однако, сыгравшись за пару лет группа сгладила шероховатости и углы, выдав хитовый и сбалансированный захватывающий релиз. После выхода этого альбома у Dissection начались большие туры с Cradle of Hills, Dima Borger, At The Gates, Morbid Angel и выступления на Waking Open Air. Приветствую вас всех на нашем музыкальном канале World of MP и сегодня у нас будет обзор на шведскую группу Dissection с альбомом The Storm of the Lights Band. Я уже давненько планировал сделать обзор на эту пластинку, но к большому сожалению звезды не сходились и Андромеда не разрешала так просто это сделать. Ну а так, как я нахожусь в городе Житомир, а вы все знаете, что это город number one в плане космоса, то есть Королёв, первые ракеты, всё здесь. Ну так конечно сам Юпитер дал добро на обзор данного альбома. Лично я считаю, что эта работа гениальная, потому что здесь всё просто идеально от А до Я. Вот реально без всякой лести здесь я не нахожу ни одного слабого места. Всё на своём месте. Звучание, мелодика, атмосфера, крутейший артворк и я думаю, что многие из вас также считают. С этим нереально крутым альбомом я познакомился примерно в 2007 году. Честно сказать, я вот только не помню, кто мне его дал, но я предполагаю, что мне его подкинул мой тату-мастер Сергей Сепальтура. При первом же прослушивании я зафанател о данной работе. И не только я, ещё был Шиха. Мы как раз с Шихой в то время слушали ранний Дима Боргер, Люцифугу, Мардук и соответственно эта работа залетела нам на Урам. А самое забавное то, что через год Шиха себе сделал татуировку с этим символом. И в итоге Шиха у себя на районе получил кличку начальник столовой. То есть сами понимаете, что этот крест похож на вилку. И потом в 2011 году в Киеве нам Шиха посчастливилось попасть на выставку художника Некролорда, который как раз и был и автором данной обложки. Самое интересное то, что вход был бесплатный. А самое странное то, что было очень мало людей. Выставка получилась реально классной. То есть блин, у меня была возможность увидеть картины с моих любимых альбомов. И конечно же среди всех этих картин был наш Шторм оф зе Лайтс Бен. Мы очень душевно пообщались с художником на своем ломаном инглише. Но к большому счастью он нас понимал. Также мы с Шихой приобрели такие открыточки за 10 гривен. То есть на то время это было полтора доллара. И вот он мне лично подписал. А еще больше художник прозрел с того, когда Шиха показал свою татуировку с этим крестом, который кстати он же разработал. Он реально был в диком экстазе от Шихиной тату и начал фотографировать для своего архива. Ну вот, ловите парочку фотографий с этой выставки. Субтитры сделал DimaTorzok В руках я держу двухдисковое переиздание 2006 года от The End Records. Данный диск я приобрел 3-4 года назад в Украине за 10 евро. А до этого у меня была русская нищеватая лицензия от Iron. Ну что, давайте посмотрим что из себя представляет данное издание. Открываем и вынимаем буклет. Буклет увесистый и приятный на ощупь. Открываем и здесь нас встречает тот самый арт, с которым Шиха себе сделал татуировку. Лирика. Лирика. Фото Йона. Лирика. Фотобас гитариста. Бенд фото в середине буклета. Лирика. Лирика. Фотография второго гитариста. Ударник Олэ. Кайфовый арт и кредицы. Задник с Бенд фото. Я думаю вы со мной согласитесь, что буклет получился замечательным. То есть все самое необходимое в нем имеется. Лирика, фотографии, а также арты. На первом диске вы сможете найти альбом из 8 песен. На втором диске вы сможете найти ломовейшие бонусы. В виде альбома с альтернативным миксом. Разные демо. А также мини CD. Where That Angels In Light. Который выходил в 1996 году. Именно здесь вы сможете найти тех два самых кавера. На Slayer и Tormentor. Ну а также по соседству второго диска на Inlay вы сможете найти парочку слов Йона. Ну а также тур даты в поддержку альбома. Лично я считаю, что данное издание получилось достойным. То есть блин, такой жирный буклет. Столько бонус треков. Ну а также нет никаких претензий по поводу звука. Единственное хотелось бы это в Digipack. Я думаю, что многие из вас знают, сколько сейчас стоит оригинальное издание на пластинке. Да, конечно, это не Mayhem, не Darktron. Но цена все же кусается. В начале 2011 года я имел возможность купить эту пластинку в хорошем состоянии за 100 долларов. Самое обидное то, что у меня были тогда деньги. Но я их потратил тогда на более необходимую вещь. А именно на радиосистему для бас-гитары. Ну что уже поделаешь? Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Ну а вы, как обычно в комментариях, можете отписать, какое издание данного альбома имеется в ваших коллекциях. Альбом Storm of the Lights Band был выпущен 17 ноября 1995 года на лейбле Nuclear Blast. Альбом был записан всего лишь за две недели в Швеции на студии Unisound Hellspawn. Прежде чем приступить к созданию и записи альбома Storm of the Lights Band, Йон был вовлечен в два других проекта. Первый это был недолговечный грандкор проект Terror, который просуществовал около трех недель и выпустил сингл демо. А со вторым проектом Йон записал альбом The Priest of Satan вместе с группой The Black. На альбоме можно найти двух известных приглашенных вокалистов. В песне Soul Reaper участвует Тони из группы Abruptum. На композиции Thorns of the Crimson Death спел тогдашний вокалист группы Marduk Legion. Ранний грубый микс альбома был выпущен в кассетном формате в конце 1995 года. В нем был другой порядок треков и он включался в гитарную инструменталку Feathers Fell из дебютного альбома. Как и прежде лирика была написана хорошо и поэтично. Хотя различные темные сущности ссылались на мифическую фигуру Сатаны. Но данная фигура никогда не упоминалась по имени. Йон о создании музыки Dissection. Когда мы сочиняем нашу музыку мы открываем ворота нашим вечным и неконтролируемым чувствам. Это не только музыка, но и эмоции, агрессия, ненависть, отчаяние, печаль, зло. То, что нормальные люди назвали бы крайностями, то мы в этом найдем все самое красивое. Если мы можем повлиять на эмоции других людей, это прекрасно. Мы хотим, чтобы особо депрессивные существа слушали нашу музыку и она их заставляла переступать границу жизни и смерти. На этой пластинке все песни и музыка разные, но в них все еще есть тема смерти, которая связывает их в той или иной форме. Что касается оформления данного альбома, оно получилось просто бесподобным. По моему мнению, это одна из лучших работ художника. Данный коверат очень хорошо отображает название альбома, которое нам намекает на апокалипсис. А теперь давайте обсудим самый часто задаваемый вопрос по данной пластинке. В каком стиле она записана? За это все время я слышал просто нереально разных вариаций. Начиная от мелодик Death Metal, заканчивая мелодик Black. И самое интересное то, что многие отчасти правы. И сейчас я озвучу свое личное и субъективное мнение по данному поводу. Лично я думаю, что эта пластинка по большому счету в стиле Black Metal. И сейчас объясню почему. Первое это вокал Йона, который типичный для Black Metal. Второе это Black-ушная атмосфера, которая царит на пластинке. И третье это конечно же лирика. Ну а также имидж музыкантов и сам концепт пластинки. То есть блин, посмотрите на обложку альбома. Да, безоговорочно на пластинке присутствуют элементы трэша и дэта. Также в музыке есть типично шведский мелодизм, из-за которого и приписывают стиль MDM. То есть в общем я подвожу к тому, что этот альбом в стиле Black Metal, но с разными элементами других стилей. Трэш, дэд и возможно там чуть-чуть есть мелодик дэс. И сейчас я озвучу мнение Йона по данному поводу. Я считаю, что мы нашли собственную разновидность дезметала. Но мы безусловно продолжим развиваться. Альбом Storm of the Lights Band получился разнообразным, но при этом еще и брутальным. Также мы постараемся довести диссекшн до уровня, при котором мы сможем получить более меланхоличный, мрачный, злой, атмосферный и жесткий тон. Я имею ввиду, что дезметал безграничен. Особенно если вы сговорились со злом. Как вы сами слышали, в 1994-1995 году все воспринималось по-другому, чем сегодня. Что касается музыкальной составляющей данного альбома, то здесь все просто и гениально. Лично для меня остается нераскрытым секретом, как у группы получилось создать такие разноплановые песни, но при этом в альбоме они звучат как одно целое. И вот наверное именно эта фишка и больше всего подкупает вас на этом альбоме. Ну и конечно же превосходный баланс разных стилей, который делает альбом не скучным. Вот я себя словил на мысли, что первое, что мне понравилось в этом альбоме, это конечно же элементы трэша. И вот поэтому песня Night's Blood мне больше всего нравится. Ну а вы, как обычно в комментариях, можете отписать свой любимый трек с данного альбома. Месяц назад данной работе исполнилось 25 лет, а это уже солидный повод быть классикой. Лично у меня при прослушивании данного альбома возникают самые неподдельные эмоции. Если вы по-настоящему раз слушаете и вникните в данный альбом, то вы поймете о каких эмоциях я говорю. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео ставим большие пальцы. Также не забываем подписываться на канал, нажимать на колокольчик. Ну и конечно же в описании все самые полезные ссылочки. Подписывайтесь, мы вас там ждем. До новых встреч!